Почему в среде любовь и все умножено на три? Да? Почему вообще три? Такое замечательное число. Так, давайте подумаем, чего у нас три? Бог любит Троицу. Так, Бог любит Троицу. Откуда вы знаем такое прословие? Троица, по-моему, это группа послал. Троица, это, собственно, тоже три лица Бога, да? Бог Отец, Бог Сын, то есть Христос, Бог, Дух Святой. Так, Троица, хорошо, еще. Еще чего, три? Это просто. Но в загробном мире это часть. Как? В загробном мире это часть. В загробном мире, может быть, да, а вот нам это три части. Уда, это три. Так, еще. И вспомним, как и странно смешное, смешное из стихотворения Данилы Хармса. Человек устроен из трех частей, из трех частей, из трех частей. Человек устроен из трех частей. Из трех частей человек. Это как? Три части у человека. Глаза, бородиа, бородиа. То есть на самом деле, верх, середина и низ. Правда? Ну, у Хармса дальше, конечно, будут странности. Хармс любит абсурд, любит чушь, да? Такого? Да. Еще, еще интереснее. У Хармса эти три части такие. Борода и глаз и пятнадцать рук. И пятнадцать рук, пятнадцать рук, пятнадцать рук, пятнадцать рук. Нормально. Три части. Борода, глаз, пятнадцать рук. Дальше это немножко рассеивается, впечатление. А все же не рук пятнадцать штук, пятнадцать штук, пятнадцать штук. А все же не рук пятнадцать штук, пятнадцать штук, да не рук. И гадают, чего там пятнадцать. Может пальцы, может еще чего-нибудь, может уши. Но вот три части, да, человек устроен из трех частей. Это действительно так вот. И это, я вас уверяю, древние прекрасно понимали. Есть верх, есть низ, есть некая середина. Точно так же, как и мир вокруг человека, устроен тоже из трех частей. Есть, условно говоря, небо, земля и подземное царство. Правда? Вот эта троичность, она не случайна. Конечно, человек, видя это, осознавал и примерял на свое тело. Почему мы сейчас говорим, что, скажем, головой думать хорошо. Хорошо, почему мы говорим так, если мы хотим кого-то обидеть, он пишет левой пяткой. Потому что левой пяткой? Или там, левой ногой. Если бы еще, мы его внизу, а голову вверху. Так, то есть нога внизу, это что-то преследное, да? Правда? Так, голова вверху. Это то, что думает, то, что мыслит. Правда? Вот вверх, середина и низ. Представления еще самого-самого древнего человека всегда между собой отличались. И мы, конечно, и сейчас говорим. Думаем все-таки чем? Да, головой. Ну, естественно, ничего не выходит. Ей думать не получается. Да. Да. И не потому, что в ней мозгов нет. В ней мозгов правда нет. В ней мозгов правда нет, но дело не в этом. Почему я не могу думать, скажем, мизинцем левый метод? Потому что нога внизу. Потому что нога внизу, конечно. Она как бы ближе к земле. А, получается, все, что ближе к верху, то... Почтительнее. Счастливо, да? Там умно. Ну, вообще лучше. Лучше ведь ближе к небу, чем ближе к земле. И тоже понятно почему. Потому что в земле лежат покойники. Мы же не покойники, правда? Поэтому мы будем стремиться к верху, к небу. Так тоже древние люди думали. И в какой-то степени это ощущение заложено в нас до сих пор. То, что выше, это лучше. Ниже, это хуже. Не случайно у человека все, что связано с какой-то чистой деятельностью, расположено высоко. С чистой, с высокой. А все, что как бы ниже пояса, считается неприличным, странным, глупым, страшным, унизительным и так далее. До сих пор мы, по крайней мере, активно думаем так. Но если дальше говорится о нашем верхе и низе, почему вот это членение в натуре стало для Данта основополагающим? Давай засмелее, думай, думай, думай. Может быть, потому что вы жду в районе, когда церковь была главной? Да, это правда. Ну и что? Ну и от этого от этого много чего что? Я не думал, что просто потому, что церковь была главной. Правда? Ну и она была главной некоторой... Ну три. Говорите, три части у человека, да? Три части как бы у мира. На самом деле не три, мы знаем, что больше, да? У человека не больше. Ну, человек себя с миром отождествляет. Это понятно. А как еще? И там-то загробный мир точно так же строят. Из трех частей. Помните? Ад, чистилище, рай. При этом ад из девяти кругов вниз. Они как устроены, да? Они сужаются, это спирали на самом деле, да? Представь себе, девять кругов вот так по спирали. До самого низа. Из дней как бы вниз, да? Конечно. Точно так же. Только зеркально отраженная спираль вверх. Это девять сфер рая. Да? И точно так же. Куда? Трех стишек написано тридцать три песни в каждой из частей. И получается всего девяносто девять, что тоже прекрасно делится на три. Правда? Значит, ему верная эта троичность была как-то важна. Нам и сейчас важна троичность. Давайте вспомним, где мы употребляем слово «три». Когда считаем. Так, двух, троиц, троиц тоже было. Когда считаем. Ну, когда считаем, естественно. Раз, два, три. Это понятно. Так, это не фразеологизм, какие-то пословицы. С тремя. Три. Трое. Первое горилые, второе золотые, третье золотом покрытые. Знамы, конечно. Первое умилое, да? Там первое горилое. Первое горилое. Второе золотые. Третье. Умытые золотом покрытые. Сказка, вспоминаете, три сына всегда. Да, да. И самый последний, да? Хотя, естественно, с Анафей, может быть, и больше, и меньше, правда? Мало ли сколько. Но почему-то самый последний, третий, оказывается, да, у нас врачок, но он одновременно будущий Иван Царевич. Как правило, да? Да. Так, вы не встретите сказку о пяти сыновьях. Кстати, сказки бывают с повторением троих правил. Еще раз, думай, думай. Так, сказки бывают с повторением троих правил. С повторением, пример. Да, да. Пример, давай сама. Но даже не с повторением, а на распуте обязательно на три дороги. Так, на распуте действительно три дороги. А, да. Как правило, хотя на распуте, в общем-то, может быть, сколько угодно дорог. Ну, сказки. Может, две, может, четыре, может, шесть. Ну, в сказке пойдешь либо прямо, либо направо, либо налево, так? Так, хорошо, еще раз. Усмеет три головы. Усмеет три головы. Бывает и девять, бывает и двенадцать. Но заметьте, что это кратную трюк. Еще, может, что у змея одну голову отрубил, там, три выросло. Отлично. Одну голову, Роман Саревич, отрубает. Три. Если на нее вырастать, не две, не четыре, не шестнадцать. Так. Так, еще. Троица. Ну, может быть, когда он сражается, первые два проигрывает, а потом поигрывает. Очень часто. Ну, это, собственно, да, о чем Катя говорила. Частый сюжет в сказке. Некое первое испытание дается. Второе. И третье. Как бы заключительное, да? Самое важное. Так, еще что-нибудь. Три. Послужиться вспоминать. Ну, что? Ну, это не сказки всякие. Три толстяка. Так, три толстяка. Согласен. У Юрия Олеши. Наверное, их тоже не случайно. Три. Он могут назвать и пять толстяков, правда? Но три толстяка звучит гораздо лучше. Так, три поросенка. Сказка «Братья Грии», записанная на основе народных, переведенная нашими людьми, да? Так, три поросенка. Их не семь, их не восемь, их не десять. Их почему-то три. Так, еще. Ну, говорят, что еще встречается один человек, два его... Ну, это непонятно где, давай уточни немножечко, да? Потому что так непонятно. Это может быть в любом романе, да? Два человека встретились, третий подошел. Подумаешь? Важно, чтобы их вместе было три. Чтобы они составляли некую троицу. Три мушкетера. Три мушкетера, слава богу. Вспомни, Роман Дюмар, сколько там на самом деле мушкетера? Четырех. Четырех. На самом деле их четверо. Почему Роман называется? Три мушкетера. Ну, помните? Атос, Партос, Арабис и Тартаньян как-никак. Четверо? Но Роман не называется Тартаньян, не называется четыре мушкетера. А называется почему-то три мушкетера. Может быть, потому что один предводитель, все остальные... У них не было предводителя, согласитесь. Среди четверки, да, предводителя, конечно, не было. Ну, капитан-драгерин, да? Да, драгерин. Но он тоже не предводитель. Ведь я не сказала, когда два мушкетера слишком мало, а четыре это слишком много. Может, два это маловато, а четыре много. Но на самом деле это все работает на наше с вами подсознание. Потому что три звучит лучше, чем пять, шесть. Четыре, правда, тоже неплохо. У нее есть тоже свое символическое значение. Кстати, письмо, если есть, три белых коня. Да. Вот. Там, это три белых коня, да? Да, декабрь, январь, январь, январь. В каждом, ну, летом три месяца, зимой три месяца, весной три месяца. Правда, значит, мы тоже год можем разделить как-то, как бы, ну, не то чтобы на тре, мы делим, ну, у нас четверо, но по тре. Да? Да. Ну, это уже скорее позднейшее наслоение. Вот эти наши три вы не забывайте. И когда встретится три, знайте, что мы встретились с самым древним. Что у нас есть. И что у нас есть до сих пор. Что мы в голове держим, на самом деле, помимо нашей воли. До сих пор. Вот, куда нас завел разговор о трех стишиях. О терцинах. О терци. Хотя, конечно, терцинами пишет далеко не все. Спасибо.